В данном случае мы видим реконструкцию лица Синантропа. Черепа Синантропа в достаточно большом количестве, а также фрагменты других костей, были найдены в 20-х и 30-х годах под городом Пекином в Китае в пещере Чоу Куу День, ну или как на китайском это звучит Чоу Куу Тьень скорее, или как-то так. И замечательно, что эти черепа были достаточно целы, возможно было реконструировать не только мозговую коробку, но и лицо. И в последующем Герасимов, наш известнейший антрополог-реконструктор, выполнил пластическую реконструкцию лица. На этом примере очень хорошо можно видеть, как собственно изготавливается пластическая реконструкция. Череп, он имеет на себе рельеф, необходимый для прикрепления мышц. Этот рельеф, он достаточно стандартный, в общем, и различается у разных людей, и у обезьян, собственно, только своей выраженностью. То есть мышцы у человека, шимпанзе, синантропа, в общем, одни и те же. И в зависимости от того, насколько сильно развито место прикрепления мышц, значит, такая была большая мышца или маленькая, если слабое место прикрепления. Соответственно, там, где мышц, в принципе, немного, допустим, на основной части головы, вот на большей, там есть, в общем-то, стандарты для толщины на черепной мышце, кожи, ну и там какое-то количество волос. Эти стандарты Герасимову были высчитаны по современным людям, потом проверены на большом количестве современных людей, и в том числе шимпанзе, чтобы посмотреть, насколько это на обезьянах работает. Оказалось, что стандарты человеческие, в принципе, к шимпанзе тоже приложимы. Ну и тем более тогда они приложимы оказываются к синантропу, вот, и выстраивая толщину мягких тканей в разных точках, возможно, стало сделать портретную реконструкцию. Причем, стоит подчеркнуть, что эта реконструкция именно портретная, индивидуальная, и здесь мы видим конкретное лицо конкретного человека. То есть это не какой-то обобщенный образ ископаемого человека, а это вполне конкретное лицо конкретного индивида. Здесь мы видим, что в сравнении с современным человеком огромное развитие надбровья, огромные выступающие вперед челюсти, скошенный подбородок и сравнительно небольшой мозговой отдел черепа. Характерные черты для ректусов, хомоэректус человека прямоходящего.